Лидерство Лидерство Как влияет на управление развитием компании? Как стиль лидера является основным в вопросах вовлеченности? Как лидер влияет на эффективность компании? Все эти вопросы мы сегодня рассмотрим, и я уверен, что вы поймете, кто такой лидер, как подбирать команду, как выстраивать стратегию, как управлять развитием, как заниматься самообучением лидеру, что такое вовлеченность, как влиять на эффективность, и вообще, кроме лидера в компании кто-то еще есть, и кто они, сотрудники или лидеры? Вот эти вопросы я сегодня освещу для того, чтобы мы как-то понимали и говорили на одном языке. Начинаем первую тему. Первая тема лидерства. Я уже сказал, что да, в самом деле, 2000 книг ежегодно печатается, выходит в свет, где авторы довольно подробно, скрупулезно объясняют, что такое лидерство. Мне думается, что вот лидерство сопоставимо с таким хорошим, емким, большим словом, как счастье. Вот у каждого человека счастье он понимает по-своему, индивидуально. Так мне думается, что и тема лидерства представляет такой интерес. Почему? Потому что каждый человек, каждый руководитель – это индивидуальность. Я выскажу свою точку зрения, которую подошел, тем более 25 последних лет я работаю генеральным директором. Кто же такой же лидер? Конечно, в первую очередь, руководитель. И я считаю, что любой генеральный директор уже по своей сути, по формальной сути, он лидер. Если только его не заставили, не заставили возглавить компанию и стать генеральным директором. Почему? Потому что он стремится стать генеральным директором, а это уже признак лидерства. Но, с другой стороны, я считаю, что лидер – это генеральный директор или руководитель, который добивается своих сверхцелей. Я так считаю еще почему? Потому что в бизнесе, если мы говорим о бизнесе, о предпринимательстве, о менеджменте, на мой взгляд, есть два основных вопроса, на которые обращают внимание и на которые работает генеральный директор. Первый вопрос – это как добиться стратегических целей, они должны быть обязательны у каждого. И второй вопрос – это выполнять операционные цели. Год, месяц, квартал, день, неделя. Поэтому генеральный директор, который ставит сверхцели и добивается сверхрезутата, тот является лидером. Здесь все очень просто, потому что существует линейка, измерения. Измерения – это план-факт. То есть, если цель достигнута, получен запланированный результат, значит, можно говорить о том, что генеральный директор, то бишь лидер, добился своего показателя. То есть, цель бизнеса – уметь достигать поставленных целей. Кто же ставит цели? Конечно, генеральный директор. Поэтому он является лидером. Вот умение достигать поставленных целей – это искусство, это дар. И, конечно, здесь очень важно понимать, за счет чего генеральный директор, руководитель достигает поставленных целей. У руководителя есть три инструмента, три ресурса, которые он использует для достижения целей. Какие же эти ресурсы? Это энергия. Это энергия. Это время. Это время. И это свой потенциал. Давайте назовем таким большим, интересным, хорошим словом. Талант. Вот у генерального директора есть три ресурса. Поэтому энергию, всю свою энергию, которая у него есть на работе, он бросает на то, чтобы достигнуть своих поставленных перед собой целей. Время. Драгоценный ресурс, драгоценный. И время. 8, 10, 12, 14, 16 часов. Также он бросает на достижение своих сверхцелей. Ну и конечно, руководитель, который знает свои сильные стороны, что у него лучше получается, чем он испытывает удовольствие, тем он, как правило, занимается. Поэтому если генеральный директор не знает своих сильных сторон, такое бывает, и занимается тем, той работой, которая ему не приносит удовольствие, то, как правило, здесь минимальное достижение. Поэтому очень важно знать свои сильные стороны, и вот развивая их, также направлять на достижение сверхцелей. По этому показателю мы измеряем уровень лидерства. Что же еще очень важно понимать? А какие же могут быть сверхцели? Какая же все-таки, какая же точка отсчета? На мой взгляд, здесь может быть их несколько. Ну, первая точка отсчета – это те свои цели, которые уже достиг генеральный директор. Если он ставит большую цель, это уже позиция лидера. Это первое. Второе. Какое-то достижение на уровне предприятия. Если предприятие уже имеет достижение, и пришел новый генеральный директор, он также должен поставить новую цель, которая превосходит уже достигнутые результаты. Третий показатель – это уровень региона, города или даже, может быть, отрасли. Если достигается именно лучший показатель по региону, по городу, по отрасли, то, конечно, это безусловное лидерство. Можно также говорить о лидерстве на уровне страны. Можем помечтать, можем говорить о мировом лидерстве. Поэтому это точка отсчета. Если есть движение вперед, это уже хорошо. Но здесь тоже есть маленькое отличие. Все руководители, как и все люди, движутся вперед. Лидер движется к своим целям. Вот в чем разница. Двигаться вперед довольно легко. Очень трудно двигаться именно к своим целям. Когда ты поставиваете цели, и ежедневно, ежечасно, еженедельно идешь к этим целям. Вот здесь как раз-то и нужны те качества лидерские для того, чтобы этого достигнуть. Какие, на мой взгляд, нужны лидерские качества? Я считаю, что сверхцель, чтобы поставить сверхцель, здесь нужна, конечно, смелость. Только смелые руководители, то есть лидеры, могут поставить сверхцель. Потому что, в самом деле, здесь нужна смелость. Чтобы приступить и исполнять свою цель, нужна решительность. Решительность – это тоже очень важное качество. Чтобы достигать, достигнуть цели, результат, план, факт, нужно, конечно, мужество. Но если дальше поговорить, чтобы пойти дальше сверх своей цели, дальше сверх результата, то здесь должен быть такой интересный, на мой взгляд, инструмент, качество. Я его называю дерзость. Дерзость при принятии решений. И, конечно, на вопрос, а чем же руководствуется лидер при принятии решений, здесь мы можем говорить о следующем. Да, он руководствуется многими параметрами, но есть очень важный параметр, который я очень ценю. Это его амбиции. Это его амбиции. Почему? Потому что лидеру нужно всегда чуть-чуть больше. И вот за счет этого чуть-чуть, за счет этого больше, он как раз-то большего и достигает. Поэтому, коллеги, если задать вопрос мне, кто такой лидер, я скажу. Лидер – это руководитель, который достигает своих сверхцелей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова